доброе утро моя маленькая засранка кушать вы представляете я так разбаловала что она свой корм кушать не хочет до последнего ждет чтобы я что-то другое дала вы представляете вот обычная корме насыпала она сразу ела сейчас она все нюхала нюхала я с ней успела прогуляться я уже успела пойти в душ я себе я делаю завтрак и только сейчас она решила покушать вот и засранка маленькая и так баллы надо себе бедненько устроить всегда на корме сидит и очень много получаешь чего-то других собаки не получают вот уж сказал бы если бабушка вот бекистане видела бы что я кормлю ее мясом йогуртом она бы она бы себя за волосы взяла бы эх ты моя я понимаю чарка что сырое мясо вкуснее чем вот этот сухой корм я бы тоже не хотела сидеть на сухом корме но я пока что не готова также кстати вам хотела показать я поняла что это знак у нас кстати ужасная погода у нас просто дождь и пасмурно и надо включить свет помните цветок я вам показывала типа перли фон нюнберг что типа я из нюнберга и это судьба что я эту этот растение взяла вот что с него осталось просто все листья начали падать просто не все дотронулась и они начали падать и вот это все что осталось я пересадила в другую землю я не знаю короче что с него так торчит маленький зелененький вот этот я не знаю если на просто она вся такая мягкая мягкая здесь наверное перелила тоже не знаю короче я думаю я поняла это судьба мне не вернуться в нюнберг потому что моя олимберска моим баска растение сдохло поэтому я думаю это все были знаки знаки того что я взяла такая радостная теперь она у меня умерла это знак того что не суждено мне вернуться в германию печалка да я только ша заметила что она какая-то очень очень мягкая как будто вода в ней собралась таки даже так часто не поливала не вообще была сухая земля я когда вот ел за цветок бралась мне вообще земля из этого выходила вместе с цветком настолько она была сухая как я перелила я не понимаю ну что это вообще такое достаешь нас нет да хочу погладить хороший серый хороший серый этот звук не люблю знаете уже пятница и неделя пошла очень быстро я думала мне будет очень трудно без машины я думала я буду сидеть и буду плакать и буду мечтать и буду хотеть куда-то ехать я не смогу по что мне нету машины на самом деле за всю эту неделю я ни разу о машине даже не подумала но не было такого что было бы сейчас машина я бы поехала там туда-сюда это взяла бы то купила вообще ничего не было я думаю это из-за собаки знаете потому что собачкой очень но я лично с ней хожу часто гулять ясно наверное где-то четыре раза в день выхожу там две длинные прогулки и две короткие вот утром обычно у меня короткая прогулка чтобы она там все дела решил потом еду домой там ем делаю все свои дела потом где-то в два два тридцать еще раз не выхожу это уже подольше прогулка и вече вечером перед ну где-то там перед тем как солнце садится в шесть тридцать шесть сорок пять с ней тоже что на долгу прогулку хожу а позже перед сном на короткую вот но сейчас так как у нас жара началась я решила я буду знаете как где-то я буду по утрам с не ходить долго потому что по утрам когда еще ну не такая жара как-то еще свежо как-то более менее буду с ней ходить потом днем короткая потом вечером перед тем как стемнеет опять долгу ну и потом короткую или долго ну короче у меня все под настроение зависит иногда я с ней всегда долго гуляю иногда очень коротко особо на особо я заметила с ней что сейчас когда жара была она была очень активно находила нюхала но было видно что и наверное жарко и комфортно когда с ней идешь ночью уже где-то там в девять в десять не идешь гулять у нас ночью сейчас пока что прохладно становится она прям как бешеная ходит бегает или вот сейчас тоже было 16 градусов утром и дождик и так вот свежо хорошо прям дышать можно и она прям как бешеная бегала без перерыва нюхала бегала активной сразу видно что видимо есть хорошо а все эти дни было не очень что было жарко и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Твою мать, тут койот бегает. Это койот. Твою мать. Он просто здесь ходит. Это койота или это собака? Стой! Это койот. Субтитры создавал DimaTorzok Главное, он просто стоит и смотрит, что он делает. Он просто смотрит. История про койота. Чарка питалась заигрываться с койотом. Я первый раз в жизни просто вижу койота. Извините за унитаз в кадре. Я знаю, что в Америке их очень много. Я знала, что у нас их будет много, потому что мы живем у дикой природы на окраинности. И вокруг нас дикие поля. И понятно, что их там будет, но сколько я с ней гуляю, я с ней очень часто по этой дороге гуляю. Я очень часто ими осмотрю эти поля, потому что меня природа очень интересует. Я сейчас первый раз в жизни вижу койота так близко. Он был очень близко к дороге, он шел близко к дороге. Я просто думала, койоты как бы не ходят поодиночке. И он вроде был здоровым. Просто чара его учуяла, и она начала к ним тянуться, как всем собаками. Я бояла, что койот может быть к нам прибежит, потому что мало ли что у него в голове. Как бы все равно это дикий зверь, хищник. Но вроде он вообще внимания не обращал. Он видел меня, он видел чару, он нюхал. Как бы я видела, далеко у него нос в нашу сторону. И он на нас смотрел, но у него или у нее, не знаю, абсолютно никакого интереса не было. Прикольные ощущения. Просто в первый раз видеть койота так близко. Но теперь я боюсь, потому что мало ли что. Но у меня прививка против бешенства есть, у чары есть, если что. Короче, пойду ее мыть. Но ощущения классные. На самом деле просто такой восторг, потому что я очень люблю природу. Я люблю вообще дикую природу. Мне это все нравится. Я люблю смотреть на тучи. Я люблю смотреть вот в эти поля. Кролики бегают, птички летают, пауки, змеи. И тут я еще увидела койота. Так близко, вживую. Я, наверное, провела час. Сейчас обычно я с ней где-то 30 минут по этой дороге иду. Сейчас, наверное, час привела, потому что я за этим койотом наблюдала, как он идет. Я за ним шла, ну, в расстоянии. Но потом как бы я его потеряла. Я думаю, ладно, пошла с ней дальше гулять по этой дороге. И потом уже, когда возвращаюсь, уже этот койот против нам идет. То есть он, видимо, ту же самую дорогу, как мы шел. Жесть. Я сначала даже не поняла, это какая-то собака потеряна или это койот? Ну, было вроде похоже на койот. Ну, просто как бы мало ли это какая-то собака такая, знаете. Ну, как бы я откуда знаю. Ну, это был койот. Чарка? Кого мы будем мыть? Чара будет купаться. Чара будет купаться. Будем мыть чарку. Будем тебя купать. Ты хочешь купаться? Думает, нет. Ты хочешь купаться? Кто будет купаться? Будем тебя мыть. Купаться. Купаться. Эти глазки смотрят в эти все разные стороны. И она думает, думает, не понимает. Кстати, вчера, видимо, был день щенков или что-то такое. И наш квартирный комплекс. Нам вот у двери висела такая штучка. И смотрите. Вкусняшки для собачки. Вот так вот у двери-то висела. Я думаю, кто мне дарит? Что это такое? Читаю. Пас of my treat. Happy puppy day. Кто-то мне пишет. Подруга решила написать. Спустя 10 лет она решила, что можно мне написать. Вот. Знаете, чем я сейчас буду заниматься? Я буду пылесосить. Потому что я вчера перед сном пылесосила. Но я уже хожу, смотрю, повсюду ее волосы валяются. Пора опять пропылесосить. И потом где-то в середине дня, где-то в 4, я опять пропылесошу. Сейчас, кстати, почти час дня. Вот. Где-то в 4 еще раз пропылесошу. И к 8 еще раз пропылесошу. Жизнь. Пылесошу. Не знаю, что происходит. Меня этот звук бесит. Что это? Что это? Хотела вам показать обувь, которую я заказала. Сандалия. Чарль. Уди. Уди. От Эспри, кстати. У меня никогда таких не было. Я вот хотела купить. Я вот купила посмотреть. Типа гладиаторы такие. Но мне понравилось, что они более такие вот нежные. Потому что обычно все гладиаторы, которые я видела, они какие-то, ну, не знаю, слишком. Мне такое не нравится. Это такой вот нежный девчачий вариант. И вроде удобный. Заказывала, кстати, на сайте 6PM. Обожаю сайт 6PM. Я смотрю, что у русских блогеров, которые через бандеройку заказывают, у них это очень популярный сайт. Мне нравится 6PM, потому что там, начать обуви, очень большой выбор. И вроде цены очень хорошие. Даже не то, что в магазинах. Здесь можно на хороших ценах купить красные вещи. Значит, одежда мне не очень нравится. Вот именно обувь я обожала. У меня все мои сандалии, большинство оттуда. Не знаю, но мне показалось нежно. Такие вот сандалички. Был черный цвет, а я вот такое захотела. Не знаю, как по мне кажется. Очень красиво. Если еще так завязаться на ноге. Нежно, летнее. Красивый обувь. Так что да, прям вся готовлюсь к лету. Не знаю, говорила ли я, но я люблю убираться дома в пятницу. Но именно, вы знаете, вот все, протреть, чтобы везде все было чисто. Вот прям каждый уголок, каждую дырочку. Я люблю убираться в пятницу, потому что в пятницу приходит муж. И потом выходные мы дома. И хочется, чтобы была чистота. Потому что я не могу убираться, когда кто-то дома. Для меня убираться дома – это расслабление. Я не могу расслабить, когда кто-то ходит, сидит. И я только что пол помыла, и он сушится. А кто-то тут, короче, начинает ходить. Или я только туалет помыла, и кому-то надо ссать. Поэтому я люблю убираться, когда никого нету. Перед выходным, чтобы для мужа было все чисто. Все хорошо пахнет. Мою одежду, вещички из час. Что я люблю делать, когда я все убрала. Я беру спрей такой фибрес. У меня цвет, цвет, запах April Fresh. И мы это пускаем. Чтобы повсюду хорошо пахло. Идем дальше. Надо взять ковер. Опа! Еще, кстати, я люблю, когда я помыла пол. Я сначала пылесошу. И потом, когда я пропылесосила, я мою пол. И когда пол высыхает, я еще раз прохожу с пылесосом. Это у меня такая привычка какая-то. Я не знаю. Ну, вот так вот я делаю. Ну, продолжаем. Короче, вчера мне было очень грустно, потому что у меня такая мысль вчера пришла. Что делают со всеми этими трупами и всех этих бездомных зверей в приютах, которые ежедневно по всей Америке усыпают. Потому что в нашем старом городе Фортворк, где я жила, на днях аж 30 питомцев усыпили. И спустя пару дней, там 2 или 3 дня, у них опять был громадный лист, потому что они просто переполнены. И я подумала, что с этими трупами делают, куда их одевают. Как бы если так часто столько много зверей усыпают по всей Америке, ну, это тоже как бы не маленькая цифра. Куда эти трупы одевают, что с ними делают. И я в интернете начала лазить, и в интернете было написано, что некоторые приюты сжигают, но это очень дорого, поэтому это мало какие-то приюты могут себе позволить. Что меня очень-очень-очень испугало, и я, наверное, сейчас потом, если будет настроение, сяду, еще буду искать больше информации, что некоторые приюты перепродают этих мертвых зверей, всякие разные лаборатории, которые там нуждаются вот для тестирования чего-то там. Потом еще куда-то, я не поняла, что это за такое название, я первый раз слышала. И ререндеринг, это, вот это меня больше всего интересует. Это компании какие-то, которые потом вот это мясо этих мертвых питомцев перерабатывают в еду для питомцев. То есть, корм для собаки может иметь мясо мертвых убитых собаки-кошек, и ваша собака кушает собаку. Поэтому я хочу начать от этого еще больше почитать, больше информации узнать. Извините, что я не смотрю вот в камере, я просто всегда на нее смотрю. И мне вообще просто из-за этого стало так грустно, потому что там были еще очень такие вот фотографии, не самые прикольные, где весь процесс показывает, что сначала они анестезию делают, но уколом собаке, а потом их усыпают. И там просто фотки такие ужасные, потому что собаки боятся и не знают, что происходит. И некоторые собаки реально маленькие щенки, и просто сама вся эта атмосфера. А-а-а-а, не надо ухо лизать. Ну, насчет корма, поэтому говорят, когда вы покупаете корм для своей собаки, чтобы внимательно читать ингредиенты, потому что иногда, например, когда написано «процесс мид», «процесс мид» — это может быть все что угодно, это просто мясо, которое прошло продукцию, то есть которое прошло, вот мясо, просто обработанное мясо. Это может быть что угодно, это поэтому, говорится, если в корме такие вот названия, где вы не можете на 100% понять, что это, такие кормы не брать, потому что там может быть все что угодно, то есть обработанное мясо, это может быть сбитый скунс, это могут быть усыпленные собаки из приюта. Как-то, да, это не... Я не знала, что такое вообще существует, вот, если у вас какие-то вопросы в голове возникают, заходите в гугл, задавайте в интернете ваши вопросы, вы всегда найдете ответ. Вот, я не думала, что такое вообще существует, у меня был вопрос, начала искать, смотреть информацию, и вот вышла на такое. И как-то мне не нравится идея кормить мои собаки, мертвых собак, как бы. Я тоже не хочу кушать мясо человека, знаете, это как-то каннибализм какой-то, не знаю. И просто вчера так грустно из-за этого стало, потому что я все эти фотки смотрела, я аж долго плакала и сразу побежала к чарке, чтобы ее обнять, ее целовать, потому что я просто представила, что это могла бы быть она на этих фотках, бедненький щенок, который боится, который не знает, что происходит, и его усыпают, то есть дают анестезию, чтобы потом усыпить навсегда. Это могла бы быть она, если я бы, может быть, ее отдала бы в период, потому что в периоде особенно щенки очень быстро получают всякие разные заразы, когда щенок уже больной, то он не попадает в лист на усыпление. Все собаки, которые как-то хоть и больные, они сразу попадают на лист усыпления, особенно если приют перепольный, особенно если это какая-то болезнь, которая требует много медикаментов или реально требует курс лечения, то щенок не щенок наплевать, поэтому, да. Особенно щенки, они больше всего риск попадают вообще заболеть в приюте, поэтому щенки вообще ничего в приюте не потеряли. Да вообще никакой зверь не должен быть в приюте, вот честно. Печально. Но ты с нами, Чарка, теперь, да? Ты наша любовь. Ты наша любовь. Ты наша маленькая хорошая собачка. Ты наша маленькая хорошая собачка. Фу! Чара, не надо... Что это? Ну, нормально это что вообще? Чарка, Чарка, Чарка! Дай бусю! У нее тут нос мокрый, она вот лижет, она... Она такой вот лизун, я вот не знаю, все собаки такие или тоже зависит от собаки, она лижет все, только попадется вот ей кожа, она начинает лизаться. Ухо, нос, глаза, руки, вот... Она все лижет. Однажды даже, это может быть звучит стрёмно, но я в трусах одела, я что-то надгнулась, хотела что-то подобрать с пола, и она тут как тут нюхала мою задницу. Чара, она нюхала мою задницу. Тут как тут. Моя подружка, тебе какашка, Чара, какашка, все, нету, тебе была какашка. У тебя была какашка в глазу. О, у нее все еще волосы выпадают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok